Святой великомученик Георгий Победоносец считается одним из самых почитаемых в православии святых и является покровителем военных и земледельцев. Лик святого изображен на флагах Москвы и Подмосковья, а сам Георгий Победоносец чтится как небесный покровитель российской столицы. В православии существуют две наиболее чтимые иконы Георгия Победоносца. Одна из них носит название «Икона святого великомученика Георгия Победоносца», а вторая — «Икона чудо Георгия Азмии». Оба эти образы заключают в себе единый смысл. Но отличаются по иконографии. Две главные заповеди, которые дает Бог человеку, это заповедь о любви к Богу и заповедь о любви к ближнему. Храмы мы строим для того, чтобы в них поклоняться и молиться Господу Иисусу Христу. В храмах совершается божественная литургия, приносится бескровная жертва, в том числе и за тех святых, в память и имя которых освящены эти храмы. Таким образом, в храме, молясь к Господу, мы любим и почитаем тех святых, честь которых эти храмы освящены. Святой Великомученик Георгий является для нас близким и родным человеком прежде всего по духу. Икону Георгия Победоносца рекомендуется хранить в доме всем тем, кто так или иначе связан с военным делом. Ведь молитва перед ней Всевышнему и Святому помогает сохранить жизненную и духовную силу не только у самого военного человека, но и у членов его семьи. Георгия просит о заступничестве во время военных конфликтов. К нему обращаются и родители новобранцев, и спрашивая для своих сыновей благополучные службы и спасения от трудностей, которые таит в себе воинская повинность. Обращаются перед этим образом к Господу Богу и к самому Святому, и спрашивая заступничество в военные времена, помощи в борьбе со злоумышленниками. Святого просят об обильных урожаях, о защите скота от болезней и хищников. Много славных чудес, известно случившихся по молитвам страждущих перед иконами Георгия Победоносца. Всякий православный человек знает, что нет такой горести, в которой покинул бы его Всевышний и прославленные святые. При обращении к ним важно помнить лишь об одном. Молитва просящего должна содержать в себе чистые помыслы и стремление к свету, а также быть искренней и усердной. Прихожане и духовенство Георгийского храма не может без трепета и любви относиться к тому святому, который собрал нас под крышей храма, названного в честь имени его, потому что он любимый, родной и близкий для нас по духу человек, которого мы любим, которому молимся, вместе с которым обращаемся к Господу нашему Иисусу Христу. В православных храмах храмовая икона святого, в честь которого освящен храм, располагается с правой стороны иконостаса. И икона святого великомученика Георгия является любимейшей и главной иконой нашего храма. На всей территории России бережно хранятся многочисленные списки иконы святого Георгия Победоносца. Многие из этих образов прославились чудотворениями. В Успенском соборе Московского Кремля пребывает одна из самых древних и главных святынь России. Икона великомученика Георгия, датируемая концом XI – началом XII веков. Предполагается, что этот чудотворный образ наряду с другими ценными иконами был вывезен Иоанном Грозным из Новгорода. Наиболее вероятным заказчиком этого образа считается князь Георгий Андреевич, сын Андрея Боголюбского, верного подвижника православной веры. Святой великомученик Георгий Победоносец предстает на этой иконе в торжественном воинском облачении. Его доспехи горят золотом, с плеч не спадает ярко-алый с золотыми отбивками плащ, в правой руке Георгий держит копье, а левой точно протягивает богомольцем меч. Каждый, кто видел этот дивный образ, утверждает, что от иконы исходит невероятная сила и ощущается стальная крепость духа и веры, изображенного на ней святого. В честь святого великомученика Георгия Победоносца ежегодно совершается четыре празднования 6 мая, 16 ноября, 23 ноября и 9 декабря. Последняя дата, 9 декабря, 26 ноября по старому стилю, также издревлеизвестно на Руси как Юрьев день. На Руси имя Георгий отождествлялось с именами Юрий и Егор. Помимо покровительства военным и земледельцам, Георгий Победоносец чтится и как верный помощник в защите домашнего скота, и как спаситель от хищников. А в давние времена именно 26 ноября было излюбленной датой всего российского крепостного крестьянства. Это был единственный день в году, когда труженики полей могли по собственной воле перейти от одного барина к другому. В 1581 году, во времена правления Иоанна Грозного, это правило было отменено. И именно этим событием мы обязаны популярной русской поговорке «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Федоровская икона Божьей Матери известна нам с XII века. До этого момента о ней нет никакой достоверной информации. Своё название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор. По преданию, она была обретена его старшим братом Юрием Всеволодовичем в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Позже на этом месте был устроен городецкий Феодоровский монастырь. Сам Ярослав Феодор оставил значимый след в истории Руси первой половины XIII века. Он поднял из пепла, отстроил и украсил городами, святыми обителями и храмами, доставшуюся ему в наследство Русь, сожжённую и разграбленную татарами в 1237-38 годах. Восстановил опустошённые врагом города по Волжье. Кашин, Углич, Ярославль, Кострому, Городец. Всего за 8 лет князь сумел направить страну по единственно верному в то время пути, установив военно-политическое равновесие с Золотой Ордой на Востоке и активно противостоял католической Европе на Западе. Фёдоровская икона Божией Матери относится к иконографическому типу Елеуса – милующее, ласкающее. Но некоторые исследователи причисляют образ к редко встречающемуся типу Гликофилуса – шагающие ножки, из-за взаимного расположения ножек Христа. Первоначальный образ был написан апостолом Лукой и был очень схож с образом Владимирской Богоматери. Разве что небольшим отличием является оголённая до колена левая ножка младенца Иисуса. Одна из самых почитаемых святынь икон нашего храма – икона Божией Матери Фёдоровская. История этой иконы неразрывно связана с историей Отечества нашего. Этой иконой великий князь Ярослав благословил своего сына Александра Невского на княжение. И Александр Невский передал эту икону по наследству своим потомкам. Так что в 1613 году этой иконой на царство был благословлён Михаил Романов. Согласно традиции, немецкие принцессы, принимавшие крещение в православной церкви, получали отчество Фёдоровна в честь этой иконы Божией Матери. Таким образом, они становились родственницами не только по плоти, но и по духу. Александра Фёдоровна, Мария Фёдоровна, Елизавета Фёдоровна. Моление к Фёдоровской иконе Божьей Матери покровительствует невестам, помогает в достижении семейного благополучия. Фёдоровская икона Божьей Матери помогает тем семьям, которые при всём желании никак не могут иметь детей в возможности получить долгожданную беременность. Помимо этого, перед ней молятся и будущие матери, чтобы роды были благополучные, а младенец здоров. Молитву данному образу читают роженицы в случае тяжёлых родов. Перед ней молятся и те, у кого семейные отношения дали трещину, а брак сохранить хочется. Икона обладает исцеляющими свойствами. Молитва перед ней позволяет избавиться от многочисленных болезней, особенно женских. Одним словом, она является покровительницей всех женщин. Этим образом в 1239 году был благословлён на брак Александр Невский, взявший в жёна Александру Бречеславовну, дочь Полоцкого князя. Интересной особенностью образа чудотворной Фёдоровской Божьей Матери является написанная на задней стороне иконы изображение святой Пороскевы Пятницы. На Руси эта святая мученица считалась покровительницей невест и свадебного обряда. Именно поэтому брак Александра Ярославовича Невского и Александры Бречеславовны благословлялся этой чудесной иконой. Позже святой благоверный князь стал возить икону Фёдоровской Богоматери с собой. Она стала его моленным образом, в котором он находил уверенность и обретал внутренние силы в военных походах и битвах. После смерти Александра икону в память о нём взял его младший брат Василий. Став великим князем, Василий остался под защитой чудотворной иконы в Костроме. В 1272 году, защищая страну от очередного татарского набега, русское войско под предводительством князя выступило из Костромы с чудотворной иконой Фёдоровской. Яркие лучи исходили от святого образа, опаляя врагов. Татары были разгромлены и изгнаны. После смерти князя Василия икона осталась в Костромском соборе святого Феодора Стратилата. Ещё большее почитание в России Фёдоровская икона Божией Матери получила в начале XVII века. Именно ею, инокиня Марфа, в миру Ксении Романова, в 1613 году благословила на царство своего сына Михаила Романова, основателя династии, которая будет править страной долгие 300 лет. Первоначальный образ до 1930 года хранился в Успенском соборе Костромы. Затем храм был разрушен, и икона переместилась в Костромской храм Иоанна Златоуста. В 1991 году Фёдоровская икона Богоматери нашла своё пристанище в женском Богоявленском монастыре Костромы. Списки с этой иконы хранятся во многих храмах. Южный предел Краснодарского Свято-Георгиевского храма построен в честь Фёдоровской иконы Божьей Матери. С 1903 года, со дня освящения и по сей день, Свято-Георгиевский храм, единственный в Екатеринодаре, который никогда не закрывался, и в нём никогда не прекращала совершаться Божественная Литургия. Празднование в честь иконы Божьей Матери Фёдоровской совершается 27 марта и 29 августа.